Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство», картины знаменитых мастеров, художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем! Герардоу, молодая мать, голландская школа. Наиболее значительные из учеников Рембрандта были жанристы или ландшафисты. И чем больше самостоятельности выказывали они в мотиве своих картин, тем благотворнее действовало на них влияние великого учителя. Это справедливо, в особенности относительно жанристов, из которых в настоящее время большим почетом пользуются позднейшие ученики и последок великого голландского живописца Николас Масс, Ян Вервер и Питер де Гоух. По времена Рембрандта, между его первыми учениками, примкнувшими к нему еще в Лейдене, был преимущественно известен Герардоу. Сравнительно с картинами вышеупомянутых мастеров, отличающимися простотой мотивов, широким приемом письма и силой теплых красок, картины Доу более разнообразные и сложные по композиции, более тщательные по исполнению, но холодным тоном и поэтому менее эффектные по колориту. Доу брал за свои картины большие деньги, и любители искусства охотно платили их ему. За назначенную плату он давал ведь такие прекрасные, добросовестно исполненные вещи. Загляните, например, на предлагаемую нами снимках картину, одно из лучших произведений этого художника, хранящего в Гагской галерее. Картина эта, написанная в 1658 году, представляет уютную комнату в доме зажиточного голландского семейства. На переднем плане живописца свалена в кучу кухонная провизия, предвещающая обильный стол. В середине сидит молодая, хорошенькая хозяйка дома, занимающаяся шитьем, на минуту оторвавшись от него и приветливо смотрящая на зрителя. У ног ее стоит колыбель с ребенком, на которого любуется молоденькая девушка, вероятно, сестра хозяйки. На заднем плане, в другой комнате, видны еще две женщины, занятия которых мы также можем рассмотреть во всей подробности. Все это написано с удивительной точностью и тонкостью, нарисовано превосходно, выдержано в светлом и нежном колорите, вследствие чего картины кажутся несколько прилизанной, впадающей в холодность и сухость. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Боте и Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok